раннее утро ранний водоем птички поют на воде красота легкий ветерок погода замечательная и я сегодня с микродвигом хочу половить окушка он должен тут уже во всю активничать кушать питаться поэтому деликатные снасти маленькие приманки легкие веса все как вы любите вперед спиннинг которая сегодня с собой взял это спиннинг от компании сезон рыбалки фарим морм с модель по моему 21 года если не ошибаюсь ну в общем старенькая ничего больше они нового не выпускали именно в этой серии но спиннинг очень хорош он мне нравится построю по своей упругости в отличие от предыдущих версий он более такой быстренький но это не самый быстрый спиннинг в целом для микроджига колечки тут на солиде fuji и за эту цену это хороший вариант вы видите что я до сих пор ему ловлю хотя у меня есть и более дорогие более качественные навороченные спиннинги но фарио он как-то залег в душ и поэтому я его оставил себе и периодически ему ловлю на спиннинге у меня установлена катушка этот сиреной king фиша размер 800 хорошая катушка в принципе хорошо подходит под данную снасть под данный вес очень так по балансу хорошо в принципе рабочая катушечка шнурок на катушке это яматоя light game 02 п.е. очень тонкий очень хороший правда дойл хардкор немного тоньше но яматоя держит лучший абразив вот сейчас лето сейчас трава сейчас палки ветки камышей все остальное поэтому абразив такая износостойкость она будет только в плюс щука не знаю как тут дела будут или не будут они но я применяю поводок из флорокарбона так как я не целен больше степени на окуня к шнуру привязывать через вертужок на конце маленькая такая застежка по грузам я возьму вольфрам который недавно пришел вы видели вы как стать если кто не подписан на мою страничку вы к обязательно подписывайтесь пишите что я ваш подписчик я вас добавлю друзья в общем вы видели пост золотая рыбка вольфрамчик 2 грамма тут как бы по весу 2 грамма оптимально почему вольфрам потому что хочу чтобы он немножко так звонче отстукивал в отличие от того же самого свинца много мне вольфрама пришло разного теста веса 2 и 3 4 5 и 6 подулайт и мормышки в общем иногда пробую ловить такими грузиками а по приманкам начну с такой яркой приманки секс пассивочка ритмика на танту называется tantra 16 40 миллиметров небольшая приманка под окуня самое то что нужно вот так вот это выглядит красота пришел в конец водоема здесь у нас камушек на дне поэтому и вольфрам кстати и дать надо подальше насколько это возможно глубоко тут метра три с половиной четыре наверно хищники есть так есть труба есть циркуляция проводка обязательно с анимацией 1 2 оборота и обязательно поигрывание потому что пассивочка я всегда так делаю хотя конечно иногда можно и классическую проводку применять без всякой анимации рыбкой так будет реагировать но как-то привычно задавать игру приманки оборвался поэтому будут перевязываться необходимое для этого с тобой всегда есть флюр застежки вертлюзки то есть привязывая всегда узлом клинч делаю если то леска где-то 5 оборотов проделать петелечку у поводка и обратно вот в эту образовавшаяся петлю отмеряю примерно 30 40 сантиметров неважно на другой конец микроскопическую застежку таким же узлом кашнуру тоже узел клинч где-то 9 10 оборотов по приманочкам возьму от оказара козелочка типа варва ей подобное продолжим да конечно тут есть всякие зацепы поэтому получается обрывы более там есть труба через которую часть под рекой там проходит соединяется дальше с другим каналом вот если не знать эти все нюансы тут можно столько приманок оставить поэтому нужно аккуратненько выматывал снасть и вот он первый кокунь прям за приманкой вот тут на камнях уже маленький но 1 пора ее искать в других местах пробовать надо везде такая поисковая будет рыбалка скорее всего подошел сделал несколько забросов пошел кстати малька везде много плещется гуляет малька очень много и хищник в принципе ну видно что кого-то гоняет но особой такой активности я не вижу чтобы он как-то проявлял видимо и так еды много зачем ему это еще приманка нужна под берегом есть он тут сошел правда маленький там здесь подход лягушек травка уже в принципе поднялась во многих местах и видимо поэтому и окунь маленьких прибрежной зоне держится крупный пока не попадается а вот малыши могут как раз вон травка держаться вон травка видно ее прям на дне кины много а вот говорю же он здесь вот он красавец но этот уже покрупнее нормальный такой окунь скушал козарку ох 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 какой резки красноперенький такой красивый спасибо дружок спасибо как он сопротивляется малыш не конечно интересно ловить микроджек это активная ловля ловля всей той рыбы которая есть под ногами в данный момент даже таких приятно тем более спиннинг до 2 грамм это фарио он деликатный он такой интересный чувствительный и даже такие окуни этот спиннинг загибают да конечно поймать что-то поинтересней по больше по размеру было бы конечно лучше но микруха друзья она ловит все что есть боец боец да с поклевкой еще крупнее на самую самую малость пестренький такой красивый смотрите плавники красные сам такой пестренький видно что это но не речной который бледно у нас на дону такой красивый контрастный окушочек давай дружок расти таких уже поприятнее ловить да уж магия деликатности микроджига она манит на самом деле и ведь приятно ловить активную рыбу которая даже хоть и небольшая но очень хорошо так сопротивляется и все ощущения они передаются в руку если поймается уже рыбка покрупнее конечно хорошо но если трофей по меркам микроджига вот тут наверно сверх взрыв эмоций адреналина будет и такие моменты запоминаются надолго этим и хороший карчик что это такое прям тут под берегом вообще малыш маленький маленький окунь это что-то очень мега трофейная я шучу конечно раздача мелкого окуня выходит как-то из засады прямо же вот тут под берегом есть всякие кучки травки и вот проводишь я вижу как играет приманочка проводишь видно что такая тень рыбка раз и за приманкой и начинается борьба прямо на водорослях вот в травке ловлю как видите ничего не спасет вас от травы вообще ничего не овсетник и не знаю может только дропшот но на грузе будет все у вас это цепляться поэтому я ловлю как бы с открытым крючком по траве до много холостых проводок много травы цепляется но если рыбка есть она иногда первее цепляется чем трава поэтому никаких премудростей рыбка поклевала половилась но видимо пора идти в другие места искать ее поговорим немножко и про спиннинг друзья вы видите что у меня есть спиннинги для микро джига разного ценового сегмента есть и топ в титане высокомодульный карбон это тот же самый херти райс есть и наваха на на джиг тоже довольно таки хороший спиннинг но паре это тот спиннинг который у меня появился первым именно тот период ловли когда я начинал деликатничать его опускался до 1 до 2 грамм и с этим спиннингом точнее даже с предыдущей моделью 19 года я влюбился в микро джиг действительно мне очень понравилась эта ловля ну а дальше конечно же когда вышла модель 21 года я ее тоже себе заимел и этот спиннинг как видите несмотря на то что уже прошло сколько лет я все равно не выпускаю из рук потому что он по моему мнению очень хорош для и новичка и для любителя микро джига у которого ограниченный бюджет который не хочет тратить большие деньги на снасти в целом это спиннинг недорогой на самом деле но по его техническим характеристикам он очень хорош он поможет вам увидеть проконтролировать почувствовать и самое главное ощутить эту поклевочку мощную и борьбу на вываживание даже с небольшой рыбкой которых я сегодня и ловлю в общем друзья если вы выбираете первый спиннинг спиннинг для новичка рекомендую вам парил хороший спиннинг продолжим ловлю вот тут тоже красиво очень посмотрите такая трава вблизи берега за травой чуть поглубже отличное место для засады для тех мест где окунь держится прям очень такой сплошной ковер кусками хорошими такими сочными по-любому должна быть рыбка там да рыбка сразу так это же в траву заводит хитрый окунь небольшой но хитрый вот так вот приходишь на место с опытом уже начинаешь читать все смотреть анализировать и подальше тоже надо проверять очередной правда взялся намного подальше чем травка хороший хороший окунь покажись во всей красе вот он сожрал приманку довольно таки глубоко я даже больше не экспериментирую с приманкой ловлю на эту личинку оттуда же с ударом добьет хорошо так атакует ну и посмотрите маленький окунь а зажал приманку глубоко все друзья иду домой сегодня если честно нашагал порядка 11 километров общий путь туда-обратно да вот такая вот сегодня ходовая поисковая рыбалочка была в принципе половил не было трофеев но это микроджик который ловит всю эту рыбу которая есть под ногами и при этом можно получать приятные ощущения друзья если вам понравилось видео то как обычно лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках